Всем привет, с вами Катархон, это третья серия Большой РД в Европе Нью-Салис 4. Продолжаем нашу компанию, она вам очень нравится, я этому рад, и вот новая следующая серия не за горами. Так, я тут думал про Гвизику Мух, в целом можем его, конечно, к Дане принудить, но это такое себе. Вот шарванчик был бы интереснее, подъезд вообще, да? Были бы соседями, да, и хорошие отношения, можно было бамс и съесть. Можем, кстати, напасть, но проблем у нас нету. Никаких соседних этих, да? Можем хотя, знаешь, что сделать, задать шпионскую сеть, пока время есть, а потом поговорим. Так, что у нас по деньгам? По деньгам все хреново, национализация идет, всего мало, нам надо выплачивать деньжатки, да? А это у нас 170 монет всего-то, ха, даже не так уж и много, я бы сказал. Так, каму можем принять и Рязань. В общем-то, и территорий, которых мы с вами принять можем, опять же, не так уж и много. Ну ладно, так, здесь один брак, все есть. Другой вопрос, отношения почему такие плохие, но это, видимо, время. Время нас не пощадило. Хорошо, давай улучшим отношения. Все равно пока делать особо нечего, а мы немножко мирно поиграем в мирную орду. Это, конечно, не лучшая идея, но почему бы нет. Так, защита, осадное умение, вы чего? Может быть, это и пригодится. Так, нагайцы к нам так себя настроены. Вообще их попилить бы можно было бы. Но опять же, это чисто нам грабеж, ничего не более даст. А это не есть хорошо. Так, по технологиям можем упереться немножко вот сюда. Вот. На военку забить. Так, берем деньбрак, обратно возвращаем. А то он ушел. Так, повелевая добрая, запрещая худой легализм, мистицизм. Ну, я думаю, ага, мы даже в мистицизм сейчас. Мы в дух армии защиты. Нет, давай лучше в легализм. Получим себе хоть небольшие бонусы на доход аналогов, рекруты, технологии и все остальное. Почему бы и нет. Плохо, что Крым съеден в Молдавии и всеми остальными странами. Это вообще очень неудобно на самом деле. То, что Польша здесь могла вот так вот прям взять и зайти, скажем так. Это неприятно. Так, огромное ожидание. 25 монет. Ну, вообще не в тему. Ну, вот, совершенно не в тему сейчас, но выбора особого нету. Так, Сунизма. 25 дешевле, влияние большое, да? Ну, давай. Хотя это нам ничего не дает, совершенно ничего, но возьмем. Сейчас нам единственное, надо дождаться, когда вот это вот все закончится. Да. Отлично. Сразу же проще с восстаниями и со всем прочим. Долежаться сразу же должно быть. Три монетки почти. Искоренение уже не так сильно. Хотя неравенство тех, а все равно идет, и надо бы тихи выравнивать. Но на это уйдет немало времени. Все-таки мы так-то далеки от идеала, да, пока. Так, можем сделать вот так вот. Прекратить улучшать отношения. Тайные операции свои. Назовем шпионов. И можем поугрыжать войной. Назовет профку. Он не отдает, да? Слишком сильный союз. Так, так, кара, кара воюет. Но еще пока готова вступиться в эту войну. Смана тут что-то тоже мутят. Мутят, мутят, баламутят. Ничего не могут. Так, гранка. Так, уже дошли до нее. Так, 7000 грузинских. Да и серьезно, вы опять восстали, а? Блин. А теперь, когда за вас не все равно. Но это пока будет слишком, потому что... Хотя, с другой стороны, какой слишком? Здесь 5 кассиков здесь. И, по сути, это вся армия. Яхрпаса, конечно, страшно, но не так. Зато это возможность попилить на гайцев. Мне интересно, почему самцхи ничего не делает. Вот, конечно, не очень приятно. Три монеты мы будем в минусе, да? В небольшом таком минусе. Ну да, деньги бы выплатить было бы классно. Три ноль один. Три двадцать два. Можем прям ровно на нуле сидеть и радоваться этому делу, но... Такое. Ладно, давайте сходим, разобьем ту армию. Так понимаю, нам туда надо бы. Погнали. Я, правда, не успею, скорее всего. Хотя... Смотря как у них осада пойдет. Могу как успеть, так и не успеть. То есть здесь полнейший рандом. Ну, четырнадцать процентов шансы есть. Да. Даже как раз военку поднагнал. Замечательно. Все. К чертям просто. Их сейчас здесь у нас помогли. Так, бедняки, престиж, местная цена развития, доходы от налогов. Да, местная цена развития можем получить. Халявный престиж, конечно, не помешает. У нас притом капает очень быстро. Жалко, что на Амеретьев не можем сходить. Типа, нет. У нас заблокировано. Османы тысячу триста заняли. А че они делают? А, они войска поднимают с нулина. Фук. Фук, красавцы. А че тут у нас с этим? Скорее всего, здесь прям все так не очень, да? Так, ну смотри, пять кассиков здесь. Нагайцы поднимут очень много. Однозначно придется воевать. Но это не так сильно. С ордынцами мы можем поиграться, да? Угу. Продемонтировать овенный превосход. Самцхия за нас. Но самцхия, опять же, нам ничего не поможет. Газику мух разграбим. Нагайцев можем отъесть. Единственное в чем вопрос. А нас не поддержат, естественно, этим. Как узбеки. Потому что далеко. И типа им смысла от этого нет. И они такие, зачем нам это надо, да? А дипрепа наша не позволяет ничего сделать. Да. Ровно, что там никак. Ну погнали тогда к газику мух. Объявляем войну. Орда. Да, все дела. Нагайцы вступаются. Как отдельный этот. Так, бежим сюда. Одной армии. А сюда другой. Давайте даже правитель, наверное, возьмем. Посмотрим. Так, хорошо. Давай здесь отделим одну тысячу. И сюда. И здесь тоже я отделю одну тысячу. Остальную армию вперед. То есть нам бы сейчас шотнуть эту армию и все. А дальше вообще проблем нет. Вот идеально. Собственно, то, о чем я говорил. Так, Бьярбхаса есть. Цена армии небольшая. Я... А он может к нам пройти? Мне интересно. Не, не может. Он может, правда, сейчас попытаться выбить проход. Это будет неприятно. Но посмотрим. Понадеемся, что этого не случится. Так. Чем мне тут не нравится? Мне здесь не нравится... Да. Очень сильно не нравится. То, что у нас там без генерала осталось. Очень долго будет. Ну, ладно. Здесь 4.1.2. Конечно, получше. Давай так вот поведем. Вот он где. Окей. Я вижу тебя. Вижу, вижу, вижу. Пойдем рубить тогда. Пойдем с ним разбираться. Ну да. Он начинает просто тупо очень много мяса собирать. Надеется, что это ему как-то поможет. Такой себя, конечно, мой друг. Так, ну здесь я смогу шотнуть. Надеюсь. Да, шотнул. Отлично. Здесь пока тоже берем. Да, он вообще куда-то побежал. Молодец. Мне же проще то, что он убегает. На самом деле это классно, то, что он так творит. Правда, сейчас, может, в Москву напасть. На фоне, знаешь ли, других войн, которые у нас ведутся, она такая. Дай-ка я на них схожу. И все. И кердык. Обратно в первом, да? Ну да. Мы пока ковром немножко его зачистили, уже хорошо. Правда, сейчас надо бы, знаешь, что, собраться все-таки. Небольшой такой кулачок и вдарить по этим шести тысячам. Давай сюда. Давай, давай, давай. Соберемся. Так, ну а тебя куда-нибудь сюда. Пригодишься. Так, ну девяточку уже способна разрулить, поэтому погнали. Ха. Ну а, ему проход даже в Москве дала. А у нас с тобой перемиря нет еще, перемиря нету. Османы. Османы воюют с Венг... О, ясно. Сейчас на нас может просто прилететь Бадабум большой. Но союзников-то особо-то никого нету. Один брак считается... Да. Самцыки вообще... Вассал, а... Вассал бессмысленный. Это, конечно, печалит. Ну, опять же, ничего не поделаешь. Хотя не дали ему проход, что я переживаю. Надо было убрать этих. И идти чисто без кавы всякой. Погоди, Литва освободилась? Да! Идите, Литва свободна. Нифига себе. А по войскам чего там, по армии? Ну, Литва, мне кажется, достаточно так-то неплохо. Да, 20, 21 тысяч. Польша свободна еще к нам агрессивно относится. Смогу? Да, смог. Идеально. Симок, смог, смог. Так, здесь разбили. Здесь сейчас тоже пытаемся убить. Да, шопнули. Все прекрасно. Можно даже не переживать больше. Так, местная цена. Да, местная цена. Развитие области Казань. Содержание владений. А Казань у нас вроде принято как раз так, что вообще нормас. Ну, да. Раз этот регион принят, снабжение дешево, более дешевое. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, кто здесь у нас пришел? Чуть-чуть, какой. Какой грозный противник. Смотри. Давай-ка аккуратнее. Угу. А то сейчас мы тут получим под него, да? А я успеваю, нет? Нет, вот этот вот вопрос, конечно. Да, успеваю, но тяжко. Очень тяжко. Тяжко разрубаю. Рубаю, конечно, противника, но такое. Что, кланы в отстали? О, да. Здравствуйте. Здравствуйте, кланы. Давно вас не видели, да? Называется. Так. Специалистка осаде всего двоечку. Давай. Вот так вот сделаем. 21 тысяча. Вообще неприятно. Что-то неприятно, знаешь ли. Просто если он сейчас решит в столицу войти, то это, конечно, вообще печаль будет. Так. За разорение, боевой дух. Ну да, истинный путь. Отлично. Он ушел не сюда. Это наша возможность. Да, если он еще не начнет брать сейчас. О, все. Ну давайте. Нагайцы сейчас полностью выпиливаются. Выпиливаются. Ну как полностью? Как мы можем? А, я вот так вот могу. Так. Это не наш. Вот этот регион можно подпилить. Ну мы его так подпилим, да? Можно подпилить. Окей. Не так уж и много, но хотя бы чего-то от них отобрать было бы классно. Можно, конечно, полностью. На. Нифига. Я могу вот это оставить, но не смогу занационализировать. Классная идея. Так. Здесь я могу на два этих лагеря разбить. Не, вот это просто полный регион. Типа его можно взять, да? И срубиться на нем. Ну. Так. С другой стороны у вас военные союзы, да? А, да. Нагайцы в союзе. Трансаксиана свободны с Афганом. Можем выйти на нее в союзе с Афганом. Да, давай-ка выходить к Трансаксиане поближе. Тогда надо вот как-нибудь вот так вот. А, погоди. Так. Могу забрать и попросить еще разорвать союз с узбеками. Да, у них перемирие как раз. Ну, правда, узбеки могут потом сходить их завевать. Но здесь что-то такого не будет. А мы потом влетаем. Отлично. Как раз. Подъели провоку. Все нормально. Так. Здесь 14 тысяч всего, да? Нормально. Живем, конечно, так себе. Ну, кланы, блин. Ну, идите, а. Не согласен, естественно. Вот кланы, конечно, сейчас вообще не в тему здесь. Так, мы великая держава. О, отлично. Хотя бы ушли. Меня это уже радует. Так. Грабить будем что-нибудь? Ну, здесь все так классненько. Здесь с другой стороны три развития. Че тут экономить? Ты именно, че здесь экономите? Какая разница? Зато получим деньжат. Да и потом институт проще принимать, так как территории типа же свободные, хорошие. Так, технология военная. Да я так подозреваю? Ну, рановато, конечно. Пока опережение слишком большое. Не согласен. Ну, хотя скоро время мне уже согласится. Я тогда, в принципе, не вижу смысла воевать с этим. Но, да, битва будет. Хорошо. Все, я думаю, он согласен. Да, даже немножко деньжат должен отдать. Сколько это тут? 55 деньжат, да? Не так много, но жить можно. Забираем еще пару пробочек. Так, ну, здесь однозначно... А, тут дагестанский сунизм. А, тут даже и вера-то наша. Правда, культура нет, поэтому нет. Притом мне надо бустануть сплоченности. Так что давайте потратимся. Так, погоди. Вот сейчас я, наверное, чуть-чуть подожду, чтобы подешевле это было слегка. Чтоб слегка подешевле было. Так, а нам обещается восстание казанских сепров, да? Сколько у вас обещается? 20 тысяч. Ну да, такое себе, знаешь ли. Такое себе. Не хочется, конечно, поднимать особо, но самые такие богатенькие можно было бы... Хотя, что я творю? Можно же сейчас, да, успеть вот так вот сделать. И немножко подавить. Все равно 2,5 будет. Давай так вот оставим. Подавить здесь. Но уже восстание будет не такое большое, так что есть шансы от этого сыграть. Да, 13 тысяч. И Москва война объявляет. О, да, классно. Османы сейчас не поддержат, смотрите. Да, прекрасно. Узбекия, Большая Орда и против Московия. Нифига себе они хотят. Нифига себе им надо. Так, узбеки. Ну да. А цель войны какая? Контролировать Тулу. Хм. Они же ее моментально заберут сейчас. Типа... Типа это вообще проблем не доставляет. Вы что? Смеетесь? Шут. Замечательно. Я не представляю, как здесь воевать против такой сильной Московии. Типа... Вы что здесь хотите? Здесь шансов-то никаких нет. Так, наберем себе, конечно, уровень такты и всего остального. Тут наша, типа, столичная крепость. Можем вытащить тысячу. Отлично. Так, казна, местная производство. Казна. Не, ну немножко-то я, конечно, по шоту этих успехов, прежде чем тут что-то прям такое трагичное случится. Такс. Но все равно неприятно, знаешь ли, очень неприятно выглядит это дело. Так, Тулу надо отобрать, да? Ну, сейчас просто ковровой осадой тупо идет и все. От крепостей здесь смысла особого нет. Так, ну... Ты погоди, ты паузу поставь, пожалуйста. Так, ну тем самым мы немножко военный счет, конечно, подняли, но... О, он даже на 59 не согласен. Хотя Тулу он не взял. Но осады. 22 тысячи. Он сейчас, по-моему, в столицу станет, да? Нет. Это наш шанс. Ну-ка, погоди. Дай минус тысячу. Минус еще тысячу. Отлично. Так. Я не успеваю здесь разобраться, но совершенно никак. Давай рискнем. Риск дело, конечно, благородное, но бессмысленное, да? Но со столицы надо выбивать. Успеешь? Ну, такое. Так, успел. Замечательно. Так, что нам тут предлагают? Миночку, чтобы чуть попроще было с коррупцией. Так, у восьмеры, да, пока? Военный счет поднимается. Желание воевать небольшое. У нас, у союзника, конечно же, прекрасно. Сюда эти сейчас очень рискованно. У меня просто банально. Так, национализация. У меня блешки не хватает. Сюда вот рискованно сейчас рваться. Хотя, с другой стороны, это Пенза, это наше место, наше дело. Но, блин, ты же понимаешь, что это бессмысленно. Так, они уходят все 11-го и 18-го. Я попадаю на девятку. На девятку. 1, 2, 2. Я могу не затащить. Хотя нет, затаскиваю. Затаскиваю. Я не знаю, как искусственный интеллект пока воюет, но мне пока удается тут что-то решать. Правда, очень тяжко, но удается. У меня, по сути, битвами здесь уже сделано как бы девяточку, да? А, мы теряем статус великой державы. О, нет! Нет, нет. Странное действие. Будто для меня это страх. Так. Это, конечно, плохо, что сейчас творится. Так, на осаду встал. Так, я могу эту армию подмять? Могу, но рискованно слишком. Все, погнали. Могу сейчас не успеть добить. Нет, успел. Замечательно. Фух. Я даже... Я даже особо не сливаюсь пока. Пока особо не сливаемся. Так. Это, конечно, радует меня, но усталость от войны, которую мне уже подбагрили, очень неприятно. Так, тут десяточек. Можно, конечно, срубить. Ладно, погнали, разберем систему. Минус. Минус. Надо вот с этими армиями поразбираться сейчас бы. Ай, ну он берет, осаждает нужную крепость сейчас. Знаешь, вот вроде бы поотбирать надо, а с другой стороны я понимаю, что я сейчас начну отбирать, он начнет ходить и творить еще больше бед. Ну да. 0.37. А он уже согласен на 0.37. Пойми, сейчас просто один удачный удар вражеский, и я могу вылететь. Ну вот эту вот армию. К примеру, один удар этой армии, и все. Ну вот куда ты так рано? Успею? Не, не успеваю. Я же говорю, один неудачный шаг с моей стороны, и все. И все, сразу же вроде бы хороший шанс на перемирие улетает. Потому что это 20 тысяч, знаете. Это не гугры и мухры совсем. Османы еще... О, ясно. Ясно, ясно. Они еще разорвали с нами все отношения. Они еще к нам... О, ху-ху-ху-ху-ху. Как резко тогда так. Из друзей вдруг стали врагами, да? Османы просто киданули нас. Тереки восстания. Фигня. Так, раздуваем спор. Нам бы знаешь, что надо? Восстанавливать только свои войска. Австрия объявила войну державы. О, как негодяя. Нормас. Так, мистицизм, престиж. Престиж, конечно, классно. 15 кассиков. Я могу их... Я их и не вырублю, вы что? С другой стороны вырубить эти войска бы сейчас. Знаешь, что я могу быстренько сделать? Пытаться втулу пробиться. Ай, пролом. Нет, 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 нет. Погоди, погоди. Что за залагало? Так, что за лаганье? Так, это хорошо лагать-то. Так. Да, блин. Проснись, проснись. Так, берем вот так вот. Берем займ. Ну, это нужная вещь. Пам-пам-пам-пам. Дожидаемся и врываемся. Не, ну, не, ну это надо. Это надо. Наемка... Да что ж ты будешь делать-то? Да серьезно, не усп... Да, блин. Не успел, да? Вообще ни в какую. Сейчас 65 требует. Так, новая держава. Ты не согласен. Но новая держава-то, по сути, все равно. Можем, конечно, Грузию выделить. А, ну, по сути, я Грузию бросаю. И он еще хочет Тулу. Ха. Только Грузию согласен. Окей. Грузию отдаем, Тулу отдаем. Иди к чертям. Че, османы, так же на меня критично относитесь? Так же критично относятся. Ну, да тварь я. Зачем деньги брал? В итоге просто тупу Грузию отдал. И кучу денег просто должен. Зачем я это делал? Хороший вопрос. Сейчас, ладно, восстановим армию свою. Разберем с этим повстанцами и отвоюем. Ситуацию улучшим. Так, ты какого приходишь? 18 мая? Не, не успеваю. Ладно, пока живем. Пока не страшно. Смесление, кстати, сделаем. Так, узбеки с нами хорошо, в хороших отношениях. Так, нам нужен новый союзник. Нам просто нужен новый союзник. Хороший, активный, сильный, нейтральный, наземные, морские. Дай, чтоб тебя заново, Осман. Киданул у нас. Теперь еще что-то требует. А, нет, успел. Идеально. Теперь главное вообще. Ну, он там, кстати, страдает. А, ну да. Ну да, ну да, ну да. Литва тоже против Османа. Конечно же, Осман. Я тебя поддержу. Ты что? Я вообще такой человек, что я не могу кинуть его союзника. Ты что? Осман, кстати, выигрывает. Давай сольем ему счет военный. Я буду только этому рад. Кстати, у нас должно было подрасти доверие. Да, оно упало немножко. Я, между прочим, с тобой воюю. Вместе. Мы за одну сторону. Мы по одной стороне баррикад. Надеюсь, он это оценит хотя бы. Хотя моя территория, которую захватывает, это не оценивает однозначно. Но я не понимаю, что они ко мне пришли. Что вам от меня-то надо? Алло. Я мелкая, слабая орда, которая тут только что наваляла Московия. Забрала целую территорию. А вы опять ко мне? Вы что лезете? Вы что лезете на мелкую орду? В славяных очков. Да, конечно же. Вам что надо? Объясните мне, пожалуйста. Вот что вам надо от меня? Москва там долги выплачивает. Я тут страдаю. Ну, минус армия. Сейчас, правда, кажется, скорее всего, минус армия будет мне. Но потому, что здесь османы так неплохо себя чувствуют, военный счет может подбить. Давай унизим их военный счет. Вот сейчас он летит сюда. Я не успел. Я даже еще военный счет беру. Нормально. Ну, как бы, если перемирие в ближайшее время не заключится, то будет как-то хреновенько, знаешь ли. Я все время-то побеждать не могу. Алло. Алло. Вот что творить? Осман. Ты мне будешь должен за эту войну очень много. Ты понимаешь? Ты понимаешь это дело? Моя военная усталость никогда не вернется. Ну, еще и деньги. О, осман пришел. Наконец-то. Наконец-то хоть какая-то моральная поддержка. Хотя какая моральная? Здесь уже ничего не поможет особо. Так. Тысяча минус. Ну, здесь 43%. А он отбил хотя бы, да, он отбил свою территорию. Взял вену, кстати. Ну, может замеряться, если постарается. Знаешь, что надо сделать? Надо вот эту армию выбить. Боже мой. Боже. Какая-то унизительная серия для Орды. Просто жесть. Орду в этой серии просто карают. Так, минус тысяча. Не, ну реально Орду просто карают. Вы что? Это вообще не смешно. У меня денег нету. Ничего нету. Воюю. Я не знаю. Просто чистым словом не пойми для чего. О. О. 1,78 будем получать. О, хотя бы так. А знаешь, это хотя бы одна приятная новость в пучине. О. В пучине всего того неприятного, что здесь творится. Ха. Я вас поймал. Так. 4, 1, 2. Я могу. О. Все. Так. Что мы получили? Австрия выплатит. Это османы. Держава. Австрия. Орда получит 34 дукатки. Благосклонность плюс 5. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Спасибо. Хотя бы они не хотят Грузию теперь. Ну, независимость коррект гарантируется, кстати. Ладно. Я, кстати, небольшая потеря, одна провка всего. Ну, ладно. Ой, боги. Че творится? Че творится с узбеками, боги? Это просто жесть. Так. У нас займов полно, да? Я так понимаю. Так. Отделяем всех наемников. Распускаем всех наемников. По времени что у нас? По времени у нас еще... О, еще есть время. Еще можно за эту серию успеть немножко потеряться, да? Так. Давайте немножко себе повысим. Это дело. Мадыгия. Ага. Понятно. Где у нас сейчас тяжко, да? Самое. Здесь все равно доходов особых нет. Поэтому я думаю, мы и не поднимем. Слишком рано, да? Пока. Вот тут только можем поднять. Ладно. Успокоим. Значит так. По экономике у нас пока не гладко. Все из-за искоренения коррупции. Проценты содержания. Боги. Как это долго. Как это много. Нам бы еще денег кто-нибудь заплатил. Был бы классно. У нас нет денег, потому что я решил, что зачем нам деньги. Лучше так поживем. Так. Польша к нам относится хреново. Тоже хреново. Нам нужен союзник, который чисто теоретически будет нас тянуть. Хотеть тянуть. Вот давайте вот так вот. Он будет хотеть нас тянуть. Есть такие союзники? Есть. Конечно же есть. Ну, это Айраты. А у нас династия с ним даже не общая. Ясно. Чагатай. Ну, это узбекий враг. Трансаксиана наш. Ближайший этот. Кстати, соперники. Деля. Афганистан. Трансаксиана. То есть, по сути, можно с Тимурами получать отношения. Противниках нету? Нету. То есть, можно попытаться здесь что-то сделать. Потому что остальные страны... Ладно, здесь фигня. О, мы опять невеликая держава. Мы опять спустились здесь. Блин. Наконец, национализация. Хоть немножко деньжат побольше тоже становится. Правда, все равно денег слишком много должны. Так, недовольство среди купечества, меркантилизм, очки. Окей, очки теряем. У нас еще с вами этот сплоченность оставляет желать лучшего. Черкесские сеппоры. Что-то как-то не рановато решили восстать, я бы вам сказал. Очень рановато. Отлично. Все. Все за национализировали. Твою ж с карой. Ясно. Так, легализм. Да, я так понимаю, в легализме. Нет. Мы куда-то от легализма двинуться решили. Так. Ордебиль, Мушаши, Гилян, Мазандаран. Да? Такой достаточно серьезный союзничек. Ну, можно, конечно, у него субрековать претензии. Все равно пока делать нечего. Нам против Москвы кто-то нужен однозначно. Потому что сейчас как-то выглядит все негладенько. Нечуть негладенько. Так. А у нас... О, у нас отношения много возможных. Трансексиана просто жесть. Что творит? Так. А нам кроме этих можно еще одного союзника видеть. Богемия. Богемия в противниках? Нет. Так. Можем союз... Такое, конечно. Можем попытаться. Но... Нет. Шансов особых нету. Давай попытаемся. Просто если будет какой-нибудь союзник в Европе, это, конечно, будет классно. Но... Мамлюки просят проход. Мамлюки воюют с османами. Защитник. Османы пошли войной. Османы, вы только что коалицию продули. Вы... Ну, почти продули. Вы что творите? Просто по КД воюют со всеми. О. Ну... Кризис, престол и наследие. Окей. А, но он завершится, как только мы этого убьем, да? Окей. Окей, 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 окей. Давай даже я тут успею нанять, наверное, парочку, да? Что там? 7, 6, 2. Тень, тень, тень. Не, ну как-то все равно, на самом деле. Типа... Какая разница-то? Главное, чтобы командующий был. О, да. Да ты что, издеваешься? Нет, 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 нет. Фуф. Да ты еще жив. Да зараза! Да неужели? Не успею сейчас. Там же надо убрать до того момента, как этот. Ну, сейчас десяточка еще будет продолжаться действовать. Все. Теперь должно успокоиться. Яхоан, стабильность и сплоченность. Ну, замечательно. Да-да-да, все хорошо. Все прекрасно. Так, подавление. Мы, говорит, в порядке 0,1. Должно успокоиться. Так, Казус Беля против Трансаксиана. О, Литва, Шерван, Генуя, Грузийцы, Нагайцы, Москва, Литва, Польша. Ладно, отношения возьмем. Так, против тебя есть возможность претензию, да, получить? Окей. С тобой, наверное, уже союз можно? Да, он согласен. Так, тогда тебя мы пока кидаем. Так, Трансаксиана. Ой, куда я тебе? Денбрак даже не согласен. А что это так? А, слишком. То есть, союз, он согласен, один брак и нет, да? Окей. Ну, это, конечно, такой себе союзничек. Хотя бы 30 тысяч почти. Короче, союз с Османами, с Тимурами. Я, короче, всех в союзнике. Фиетит просто. И забей на все это дело. Просто забей. Ханум 634. О, нормас. А, 314 это правитель. Ну, такое, такое, такое. Ну, ладно. Жить хотя бы с таким можно. Единственное то, что у нас штраф с техами большой. Естественно, не особо-то идут. Это Польша, не знаю, что к нам, как. А, погоди, погоди, погоди. Польша, больше, больше, больше. Я сейчас обработать. Она не противник этой, но она противник Москве. Если мы сейчас можем Польшу, союзники взять. Или не, Литва к нам, конечно, негативно. Так, кланы либо сепаратисты. Уждать вождей минус 15 лояльности. Дбафы, кстати, будут большие. Да, годовые изменения сплоченности, жесть. Ну, и можно, кстати, правки поотдавать. И дело у нас как раз проблемы с этим. Они из-за этого немножко к нам лучше начнут относиться. И нам как раз станет несколько проще. Не, ну, понятно, что сейчас как бы все негативно. Негативно, ну, все, выпрыгали. Давай, что? Во, хорош. Так, еще одного лучника. Лучника, ну, да. Это же восточные лучники, тогда давай, все правильно. Давай вместе этим делом. Ну, просто ты, да чтоб тебя. А вы не... Нет, занимаешься же подавлением. Ну и что? Че за 0,2-то таких? А, пятера уже максимум. Блин, терпимость. Серьезно. Вот сейчас последние остаточки он будет тратить, да, в надежде на то, что они восстанут. Ясно. Просто восстанет в последний момент. Вот будет, конечно, печально. Вообще-то, да, очень сильнее. Я бы даже сказал печально. Здесь еще... А, погодя, мы можем принять? Скорее всего, нет. Да, казанскую, астраханскую, дагестанскую даже могу принять, но только не черкесскую. Но дагестанская мне сейчас особо не сдалась. Так, с Польши, Польша, Польша. 34, другая религиозная группа, нейтральные отношения. Так бы можно было что-нибудь выдвинуть, да? Самое классное это то, что османы не враги с ней, но османов у нас отношения падают. А, у нас день брака нет. С этим потому что шансов вообще никаких нет. То есть это слишком далеко, реально и невозможно. Вот Польша была бы и более интересным союзничком. Ну, во всех смыслах, без вопросов. Просто самый идеальный союзник. Так, можем военку взять. Правда, мы чуть отстанем, но не страшно. Нам бы по военке взять либо на содержание, либо на... Число рекордов. Мясо больше, да? Либо мясо, либо обороны. Ну, посмотрим. А пока давайте, наверное, серию завершать. 36 минут уже. Вот такая вот она, нелегкая. Ну, чего-то к чему-то идем. Ладно. Жить пока будем. Всем всем за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.